Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о творчестве, о фестивале, который проходил совсем недавно. Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», в котором принимали участие представители девяти стран. В общем, обо всем об этом мы узнаем из первых уст, потому что у нас в студии президент Российского Союза неправительственных организаций Отечества, доктор экономических наук, профессор, вице-президент Российской Академии естественных наук Александр Воловик. Здравствуйте, Александр Михайлович! Добрый день! Я же еще и президент этого фестиваля. Но это самое главное. И, собственно говоря, два года прошло с того момента, когда мы с вами в последний раз виделись, ковид внес свои изменения. В прошлом году, я так понимаю, у вас был онлайн фестиваль, а в этом году удалось провести его в этом промежутке до, к сожалению, новой такой волны. Надеемся, что она все-таки будет последней. Вот давайте мы поговорим о фестивале. Во-первых, по названию понятно, что «Молодые таланты Отечества». Фестивалей-то много всяких разных, и все ищут таланты. Чем он отличается от других? Знаете, это конкурс патриотической песни. Вот чем отличается. И он сразу посвящен с первого фестиваля, а это пятый юбилейный, нашему святому благоверному князю Александру Невскому, защитнику земли русской. И очень приятно, что поддержали его практически во всех регионах. Ну, нам помогали многие. И в первую очередь, конечно, это профсоюзы, независимые профсоюзы. Большое спасибо Шмакову Михаилу Викторовичу. Это наши ветераны, генерал армии, последний маршал Советского Союза, Моисеев Михаил Алексеевич. Он генеральный инспектор вооруженных сил Министерства обороны. Возглавляет вот этот Российский Союз. То есть, сначала были региональный отбор. Кстати, на третьем конкурсе был победитель из Люберец. Ну, в этом году вы не повезло, лауреатом не стали. И участвовало в фестивале более 450 человек. У нас было три номинации. От 7 до 12, от 12 до 17, и от 18 до 24. Вы знаете, какие уникальные дети и молодежь. А вот как они находились? Вы просто разослали предложения. Конечно. Это, во-первых, не первый фестиваль. Да, то есть, уже протори на дорожке. Да. Я бы не сказал, что на проторе. Она очень такая тернистая. Тернистая. Нет, не извилистая. Я хожу прямыми путями. Но нам помогли и ветераны, и профсоюзники. То есть, и отделы культуры, Министерство просвещения России, Министерство культуры, Министерство иностранных дел России. Потому что, значит, участвовали наши соотечественники из девяти стран. Это Казахстан, это Армения, Грузия, Белоруссия. Были ребята из Европы, из Америки, из Азии. Но это наши дети, наших соотечественников, которые говорят на русском. И вы понимаете, какое великолепное торжество, когда они приехали сейчас к Дню России и к Дню рождения святого благоверного князя Александра Невского. Я извиняюсь, но два слова скажу, что в 2008 году прошел конкурс. И на этом конкурсе должны были выбрать личность, которая могла бы стать символом России. Да, было такое дело. И сначала отобрали 500 человек после первого конкурса. После первого этапа осталось 50, 450 соцсоялось. А после второго осталось 12 человек. Там были и Ленин, и Сталин, и Пушкин, и Достоевский. Были самые знаменитые люди России. И вот, когда осталось 12 человек, будущий наш патриарх Кирилл представлял святого благоверного князя Александра Невского. И Александр Невский победил и стал именем России. Но вы посмотрите, глаз Божий – это глаз народный. Почему? Да потому что 12 июня, в День России, родился Александр Невский. Да, он знал, как говорят. Вы понимаете, то есть сегодня День России с именем России. Это уникально. Вот даже если бы мы хотели совпадения, никто об этом даже и не думал, и не мечтал, как говорится. То есть наш День России еще и озвещается Александром Невским. Прекрасные песни. Причем, значит, Министерство обороны дало сводный оркестр. Мы делали этот фестиваль в Доме ветеранов, в Краснознаменный дом ветеранов. И в фойе играл сводный оркестр. Это и славянка. Понимаете, вот настолько торжественная обстановка. Но с начала 10-го был отбор. Жюри возглавлял народный артист России Киркоров. Там были, значит, заслуженные артисты России. Фионов, Осин. Ну, то есть... Ну, тут сразу возникает вопрос. Такой ответственный фестиваль с определенным вектором. И председатель жюри Киркоров. Вы же как-то с ним договаривались? Почему он решил поучаствовать в этом проекте? Ну, во-первых, мы друзья. Так. Это самое первое. Это первое. Во-вторых, он патриот России. Так. Вы знаете, его песня «Алеша» это настолько берет задушево. И когда в Болгарии начались там смутные вещи, он выезжал туда. Он разговаривал с людьми. Он выступал по телевидению. Ведь Толбухин, который освобождал Болгарию, всегда задает вопрос. А сколько погибло советских солдат Болгарии? Как вы думаете? Ни одного. Ни одного солдата в Болгарии не погибло. То есть, там партизаны буквально освобождали путь, и немцы просто бежали. Там бои были, конечно, но бои были такие местного значения. И это чрезвычайно важно. Болгария всегда была страной, близкой к нам. Это славяне. Другое дело, что политические течения, они сегодня являются и членами НАТО, и членами ЕС, к сожалению. Потому что распался социалистический лагерь. Но народ Болгарии очень любит Россию, любит россиян. И поэтому Киркоров, он как бы является послом болгарского народа в России. Кстати, он первый из иностранных певцов получил сначала заслуженного артиста России, а потом народного. Это, понимаете, уникально. Как он поет? Какой голос? Я могу сказать только одно. Это человек, который понимает молодежь, который очень хочет добра. Он очень добрый сам человек, который хочет дружбы между народами. И его имя даже только уже начинает как бы сплачивать людей. И, скажем так, было очень сложно. Было очень много выступающих, естественно. Хотя еще на предварительном отборе был. Но, тем не менее, были определены лауреаты. И, кстати говоря, потом был такой как бы разбор полетов. И рассказывали, почему, что нужно поправить. И дети были чрезвычайно благодарны. Потому что огромный зал слушал, что им поправить в своей деятельности творческой. Вот, кстати, тут один вопрос в этом направлении. Ну, понятно, когда человек уже взрослый, там третья стадия, я имею в виду, деления на участников. А вот когда ребятки от 7 до 12 лет, это же им как-то немножко обиднее, чем тем, кому уже по 24. Или как-то они нормально к этому относились? Вы не поняли. В каждой группе свои лауреаты. Это я понимаю, да. Но вы все равно же говорили, что... Но обидно или не обидно... Вы знаете как? Я помню, когда я был маленький, я страшно хотел быть взрослым. Ну да, да. И вы, наверное, также, да? Да. Но всегда хотелось побеждать. Нет, это естественно. Это естественно. И вдруг ты не побеждаешь, и тебе рассказывают, вот то надо сделать, вот то. И это правильно. Головы махаешь, да. Он хочет победить. И он внимательно слушает. То есть, вот эти ребята... Здесь не было обид, кстати говоря, никаких. То есть, ребята прекрасно понимали, что где-то сфальшивили, где-то они не ту октаву выбрали. То есть, все по-честному. Конечно. Я, кстати говоря, абсолютно не вмешивался в выбор. И никогда не вмешиваюсь в это. Почему? Творческий. Потому что есть жюри. Есть жюри. Значит, и здесь... А сколько человек в жюри было всего? Семь. Семь. Семь человек. Семь. Да. Семь человек. Я думаю, это очень важно. Потому что ребята, они подходили, спрашивали. И каждый получил как бы консультацию. Это было очень непросто. Вы знаете, очень непросто. Чтобы вот с детьми говорить. То есть, жюри должно правильно говорить. И ребята должны правильно воспринимать. И, собственно, все работают над одним. Конечно. Чтобы получилось хорошо, качественно. А еще за ребятами, наверное, стояли какие-то родители. Кто-то их готовил к этому. Это естественно. С маленькими приезжали не только родители, еще и руководители художественные и так далее. Но я хочу сказать так. Очень четко понимали свои недостатки. Но я думаю, здесь мы на этом можем закончить. Потому что, скажем так, ни одного не было такого возражения, замечания. Наоборот, огромное количество благодарностей, что и они участвовали, что их послушали и так далее. Кстати говоря, там уникальный зал провела реконструкцию Москвы. И там, значит так, один экран 6 метров на 5,5 метров и 4 экрана 1,7 на 6,5 метров. И 3D практически, да? Да, да. Вы понимаете? И там очень красивые заставки. Видео шли к песне. То есть, ну просто... Практически клип, да? По ходу дела. Да, да, да. То есть, было очень интересно. Значит, вот сейчас мы создаем фильм об этом фестивале. Обязательно подарим его вашему телевидению. Но, кстати, я хочу сказать, что с первого самого фестиваля Либерецкое телевидение всегда с нами. Было с вами, да. И я поэтому сегодня и пришел поблагодарить и сказать, что вы награждены почетной грамотой за... За, прямо так читаю, за большой вклад в проведение фестиваля, поддержку и развитие исполнительного искусства, молодых талантов и формирование гармоничной, духовно развитой личности. Давайте мы сейчас покажем это. Ну, я так понимаю, вот какая красивая грамота. Все продумано. И там Александр Невский. Это главное, да. Александр Невский. К 800-летию это посвящено... И весь фестиваль был посвящен Александру Невскому. У меня такой вот вопрос. Возвращаясь к участникам, как вы наблюдали, может быть, члены жюри вам сказали, вот во всех трех этих категориях возрастных, у кого все-таки лучше получалось? У тех, кто постарше, или у всех как-то получалось? Ой, нет, вы знаете... У каждого по-своему. Какие дети, как поют, умницы, настолько талантливые дети. Ну, просто... И, кстати говоря, там было несколько продюсеров, которые сразу отбирали, так сказать, будущее. Да, которые прямо отбирали будущих, так сказать, исполнителей, талантов. Будущих звезд, да, это дело хорошее. Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом поговорим еще о фестивале. Немножко, может быть, какая программа, какие ставились, в какие условия ставились исполнители, что, какие песни звучали и так далее. Нам это тоже интересно узнать, потому что патриотическая песня для некоторых сразу такое возникает ощущение. А я вам сразу скажу. Вы понимаете, начался фестиваль с песней «Солнечный круг, небо вокруг». Вот о продолжении фестиваля мы поговорим через некоторое время. Напомню, что у нас в гостях президент Российского Союза неправительственных организаций Отечества, доктор экономических наук и президент фестиваля, международного фестиваля «Молодые таланты Отечества» Александр Воловик. Через некоторое время вернемся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» и у нас в гостях сегодня президент Российского Союза неправительственных организаций Отечества, президент международного фестиваля «Молодые таланты Отечества», доктор экономических наук, профессор Александр Воловик. Итак, Александр Михайлович, фестиваль начинается с песни «Солнечный круг». Такой объединяющий, вот, и, собственно говоря... Нарисовал он на листке и подписал в уголке «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Ну, вот, собственно говоря, об этом и пели. Да. Как ставилась задача? Одну песню должен человек спеть, две, три? Как проходило? Значит, в связи с тем, что очень большое количество участников пели только одну песню. Хотя там на предварительном отборе было две, они высылали свои записи с минусовкой и так далее, но исполнение было только одной песни. И с каждым из этих детей работал оркестр? Нет, почему? Артист не работал. Их готовил кто-то, но он выступал один, это истеконечно. А вот уже гала-концерт, где выступали только лауреаты, и выступали, значит, вот народный артист России пел Киркоров, значит, заслуженные артисты России. И я хочу сказать еще о гостях ВИП, которые открывали, ведь, значит, президент России, значит, дал роту почетного караула, которая открывала наш фестиваль, это патриотический фестиваль, значит, гимн России и вносили знамена, четыре знамена, четыре знамени. Знамя Победы, знамя Российской Федерации, знамя Союза Ветеранов Войны, вот, и знамя Москвы. Кстати, мэрии, я очень благодарен Москве, они тоже внесли свою лепту, большое им спасибо. И были, значит, я просто перечисляю людей, значит, председатель комитета по соотечественникам, это 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов, генерал-лейтенант, герой Советского Союза Островский Эдуард, значит, заместитель главнокомандующего военно-морским флотом Николай Петрович, значит, президент финансовой академии Грязнова Алла Георгиевна, значит, ректор Государственного университета нефти и газа Мартынов, то есть, просто список серьезный, и все эти люди прекрасно понимают, для чего вот мы делаем этот фестиваль. Понимаете, что такое патриотизм? Вот немножко его замухрыживают, это слово. А ведь это любовь к семье своей собственной, это любовь к друзьям, к родственникам, к тем людям, которые живут в этом доме, в этом районе. История этого города, история области, история страны, потому что не знающий человек истории, это Иван Непомнящий. И мы просто потеряем Россию. А что такое отечество? Отче, отче, отец наш. И поэтому мы не просто делали этот фестиваль, мы приглашали еще ветеранов, их скоро ведь уже и не будет. И ветераны разговаривали с молодежью, как им было интересно. Вы понимаете, живой ветеран рассказывал о войне, им раздавали вот эти вот журналы. Журналы. Каждый участник получил подарок. И там были и журналы, и книги, и сладости там разные и так далее. И обязательно был вложен икона святого благоверного князя Александра Невского. Это нам дала патриархия. Сам лично патриарх благословил вот этот вот фестиваль. И от патриархии участвовал, значит, епископ Серафим, который возглавляет как раз молодежную часть церкви. Он викарий, то есть заместитель как бы самого патриарха. Прекрасный человек, умница. И там были тоже еще священнослужители, которые также разговаривали с детьми, им задавали вопросы. То есть вот эта вот обстановка совершенного дружеского общения старших, младших. Это, понимаете, и есть вот создание такой атмосферы. Наши соотечественники, они увидели россиян, они познакомились между собой. То есть они увидели, что мы никаких не имеем агрессивных началов. И ведь вот патриотические песни были о войне, о стране нашей. А чем закончился фестиваль? Песни «Хотят ли русские войны?» Хотят ли русские войны? Хором при этом, да? Да, хор. И хор, и первый по солнечному кругу, и хор. А то были, значит, спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. Немножко об организации поговорим, потому что такое мероприятие, вот вы уже сказали, что и так помогали, и так помогали. Но была еще, наверное, какая-то творческая группа, которая все выстраивала, сценарий писал. Это, ну, одному это невозможно сделать. Конечно, да. Значит, естественно, это, будем говорить, те люди, которые работают в Отечестве, в Российском Союзе неправительственных организаций. Значит, и здесь огромная работа, она в течение всего года ведется. Ну да, фестиваль закончился, начинается новый. И начинается новый. Поэтому здесь, значит, пишутся письма. Сейчас выйдет новый журнал с большой статьей о фестивале. Я, естественно, его вам принесу. И вот я бы хотел перейти к журналам. Журнал называется «Честь Отечества». Для тех, кто любит и строит новую Россию. Любит и строит новую Россию. И открывается журнал неизменно каждый вот этой картиной Серова «Въезд Александра Невского в Псков, где он гонит впереди пленных немцев». Каждый журнал, да, открывается? Да, каждый журнал открывается вот этим вот. И здесь рассказывается о высшей российской общественной награде Ордене Святого Александра Невского за труды и Отечество. И вот я себе позволю сказать несколько слов. Цель конкурса – отметить лучших людей и организаций, тех, кто трудится и созидает материальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности. Для этого вот издается и «Альманах», и, значит, это уникальные издания о духовном наследии России, о культуре, науке, производстве. Как летописи Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя в единое целое подвигов отцов, сыновей, внуков, напоминая россиянам о славе Отечества. Да не прервется нить связующее поколение. В веках останутся дела, имена и помыслы только тех, для кого слава Отечества – высшая цель. Вот для этого и издается этот журнал. А сколько уже журнал существует по времени? Мы отметили десятилетие, сейчас отмечаем пятнадцатилетие этого журнала. Кстати говоря, этот журнал награжден президентом Российской Федерации, Путиным Владимиром Владимировичем, патриот России. Награда, скажем прямо. Мы о журнале чуть-чуть позже еще поговорим подробнее, о тех материалах, которые есть. Я хотел бы вернуться к вот какому вопросу. Вот и здесь конкурс в журнале объявлен, да, и фестиваль проходит. И я так понимаю, что эта попытка приобщить к теме патриотического воспитания, вообще, да, она такая по-разному воспринимается, причем людьми разного возраста. Некоторых надо этому, наверное, обучать, некоторым это почему-то не нужно, а кто-то понимает это по-своему. Тем не менее, правильно ли я понимаю, что вот в системе фестивалей, конкурсов, какой-то в хорошем смысле слова соревновательности, эту идею проще как-то донести, когда люди обмениваются своими возможностями, умением, подходами? Вы абсолютно правильно это и заметили. Для этого мы и делаем, чтобы люди понимали вот эту духовность. Страшно смотреть, когда спрашивают, а кто такой Сталин? Это, говорит, был мэр Москвы. И такой версии еще не слышали. Вы знаете, это ужасно. Причем показывает РНТВ, несколько я видел передач, где молодежь опрашивает. Вы же понимаете, там еще можно вырезать так. Нет-нет-нет, ничего не вырезает, там идет подряд, видно сразу, что это не смонтированный кусок. Смонтированный, да. Ужасно. Я не говорю о знании вообще истории, просто по нулям. Люди не в курсе, да. Не в курсе, никто не учит историю. Сегодня тот, прямо скажу, мерзавец Сорос, который миллиардер, на деньги которого были изданы учебники в момент 90-х годов, когда, скажем так, было очень тяжело государству, распался Советский Союз. И там искажена, во-первых, история. О Сталинградской битве вот столько, а других вообще слова нет. То есть, как детей учат. Сегодня, кстати говоря, Новосибирск стал интересным моментом каким. Это прецедент. В младших классах просто отбросили учебники и взяли, переиздали учебники советского периода. И учителя сказали, по тем учебникам, которые сегодня есть, мы будем растеть недорослей. А вот эти настоящие задачи нормальные, расстоящие русский язык и так далее. И вот вы понимаете, мы начинаем как бы переосмысливать то, что в эйфории свободы было утрачено. Было утрачено. Ну, нам остается пожелать вам, чтобы это все состоялось. И, как вы сказали, фестиваль заканчивается, фестиваль начинается. Журнал выходит. И это только небольшая часть того, чем занимаетесь, прежде всего, вы и те люди, которые работают вместе с вами. А у нас в студии президент Российского союза неправительственных организаций Отечества, доктор экономических наук, вице-президент Российской академии естественных наук и председатель международного фестиваля, президент международного фестиваля «Молодые таланты Отечества», о котором мы сегодня говорили. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин